Дети Каркасона. Наверное, это одна из самых любимых игр в моей копилке детских игр. Это у нас Хаба и Хобби Ворлд производители. В наполнении здесь это правило игры. Вот такие вот плантации земель. Их всего 36 плиток. Также здесь такие деревянные человечки по 8 штучек каждого цвета. И сама игра. Плиточки точнее. Есть еще взрослая версия Каркасона. Но сегодня я расскажу о более простой, о детской от 4 лет. У нее уже можно играть. Можно чуть пораньше попробовать тем деткам, кто уже знаком с настольными играми. Игра мне очень нравится своим исполнением. Во-первых, такая мелкая детальная прорисовка. Очень красивая. Очень сочная. Очень яркая. Очень яркая. Мне очень нравится. И так, после того, как мы вытащили все плитки земель, мы их раскладываем по стопкам везде, куда мы можем дотянуться. Чтобы было удобно дотягиваться игрокам. Правила простые. Игра интересная, тем не менее. Вот так вот мы расставили. Теперь в круг стола мы кладем любую плитку. Каждый игрок берет себе по 8 человечков определенного цвета. Ну, выбирает. В общем, сделаем вид, что мы выбрали. И в свой ход игрок переворачивает верхнюю плитку из любой стопки. И ее нужно присоединить к карте так, чтобы она соприкасалась с уже выложенной плиткой хотя бы одной стороной. То есть мы должны продлить вот эту дорожку. То есть выложить вот так вот, в принципе, вот так вот мы не можем. То есть в любом случае нам надо вот эту дорожку ее продлить. Мы можем закрыть этот ход, вот, к примеру, домом. И если у нас выкладывается другая сторона из другой фишки, так же дорожка закрывается домом, на эту дорогу кладется человечек того цвета, который указан на этой дорожке. Как только один участник выставит на карту все свои фигурки, соответственно, он побеждает. То есть вот так вот берем, выкладываем кому как удобно. Конечно же мы продумываем ход о том, чтобы быстрее выставить свои фигурки. Вот опять синенький. Берем следующий ход. Так, синенький. Закрыл. Вставляем синенького и выставляем сюда уже желтенького. Следующий ход. Желтенький. Следующий. Вот смотрите, если мы сейчас закрываем здесь ход, то сюда выставляем две фигурки желтого. И по сути желтенький уже сравнялся с выставленными карточками, а с выставленными фигурками синеньким. Дальше выкладываем. Красный. Красный. Вот, ходы прям закрыла. Синий. И в общем образуется такая карта из ходов. Очень красивая карта, где много-много тропинок, и все куда-то бегут, и все куда-то спешат. Получаем мы вот такую вот интересную игру. Вот, к примеру, смотреть. Хоп, я закрыла, да? И получаем мы тут выставлять две красных. Один синий. Один зеленый. И выставляется еще один желтый. Вот сколько много сразу получилось выставить. Дальше выставляем. Естественно, каждый игрок выставляет в свой ход. Так, не присмотрела я никого. Красный вот закрываем. Так. Чуть-чуть поподвинуть, конечно. Угу. От желтенького закрыли. Вот, оставляем дальше. Вот, желтенького и зеленого мы закрыли. Вот. Вот четыре разных. Может сразу закрыть. Тут мы двух красных закрываем. Очень красивая игра, конечно. Точно. Синий. Дальше выставляем. Так. Вот туда вот вставляете. Поставим его. Так. То есть по мере наполнения поля у нас появляется больше возможностей выставить фишки. Вот, закрываем. Два синих. И в итоге... Так, нет, еще один синий, еще свободный. Так, давайте вот этот ход закроем для красоты зелененького поставим. И еще один ход у нас вот такой вот. В итоге фишки закончились. Такое бывает, но и такое бывает редко. Плитки закончились, но никто не расставил всех человечек. Человек в этом случае побеждает тот, у кого осталось меньше всего фигурок. В нашем случае это один синий человечек. Ну, или мы можем переиграть и выставить его. Вот так. И так она у нас побеждает законно синий человечек. Но в любом случае каждый будет плести свои интересы. И поэтому в любом случае будут побеждать те игроки, которые успеют выставить все свои фишки. Фишки.